относительно за режим автоклава я вам скажу для меня вот это я этот момент я видел скажем так я видел первый раз я такую видел молдавии не принесли вот такой автоклав которым был сделан ниппель для того чтобы туда закачивать воздух ну какое-то давление создавать я вам честно скажу я до сих пор для меня лично загадка зачем я этого понять не могу зачем внутрь накачивать давление для того чтобы потом подогревать и создавать там вот в общем ответа зачем туда закачивать давление я не знаю может быть кто-то умный есть вот умнее меня я не хочу сказать что я умный я не умный но я вам скажу допустим ситуация такова если брать допустим по вашим видео технологию выращивание одну смысле автоклавирование то есть получается ситуация такова что нужно как бы автоклавировать продукцию вернее этот самый посевной материал но при этом получаются ситуации ну и тот же допустим агаровые смеси я сейчас секундочку я просто сейчас правильную мысль подберу понимаете дело в том что допустим пока нагревается вот этот именно процесс когда допустим нагрелся автоклав понимаете проходит я допустим у себя почему я что я хочу вам сказать может быть вы не поможете разобраться я просто ставил автоклав и ну пустой соответственно и просто гонял воду смотрел по давлению смотрел по давлению как у меня набирает и сколько на это тратится времени вот я пришел к такому выводу значит в принципе через только полтора часа начинается отрываться стрелка от нуля то есть это расчет газового обогревания наружного не внутреннего понимаете а наружно то есть я ставлю на газу на газовую горелку автоклав и он у меня через полтора часа только начинает как бы отрываться в этот момент допустим я где-то у вас видел тоже на видео или там я не помню читал переписку людей отзывы значит разговор такой что как бы увидеть как пойдет пар да то есть тогда вот как бы процесс нет давайте так давайте вернемся все таки и третий вариант да то есть я попробовал спустить весь воздух и начать клавировать давление ну скажем так блин я наверное гнал температуру очень долго и у меня поднялось наверное я понял теперь значит я вот если меня что-то спрашивают я обычно не стараюсь не вдаваться в такие длительные растекавшиеся мыслями по древу кто что делает кто как делает зачем делает я этого не знаю меня есть какие-то свои определенные сложившиеся понимание процесса я вот так работаю и у меня это работает скажем так поэтому относительно если спросить у меня как у меня работают автоклавы там нету никаких фильтров и клапанов для закачки у меня даже нету термометров для того чтобы мерить эту эту температуру да это все глупости там есть нюансы которые касаются загрузки автоклавы но сами понимаете если там стоит 10 пробирок то динамика там развитие давления и температуры будет 1 если внутри 40 литрового автоклава лежит например 40 килограмм зерна для стерилизации то динамика будет другая понимаете если в этот автоклав залить например там литр воды для того чтобы создать вот это давление это будет динамика 1 если туда залить 5 литров воды то динамика будет другая вот это конечно влияет на динамику но меня мало интересует вообще физическая динамика автоклавов меня интересует производство мицелия поэтому я в это не вникаю и даже не хочу и не собираюсь за длительное время у меня отработана система работы на автоклавах которые у меня есть и я четко знаю когда я даже на звук знаю каким должен быть газ для того чтобы ровно за час у меня образовалась одна атмосфера давления потом я знаю как выставить так чтобы он на протяжении еще полтора часа держал то давление которое мне нужно и больше в принципе на этом в этом вопросе меня ничего больше не интересует то есть все теперь относительно того как он нагревается значит почему долго смотрите вот у меня 40 литровый автоклав я в среднем него закладываю за один раз значит 18 килограмм зерна у меня до но есть есть да есть бидон а есть такой металлический из трубы тоже железный приблизительно этот этот они работают приблизительно можно сказать в одном и таком же режиме я нагрев ставлю таким образом чтобы материал прогрелся приблизительно за один час до одной атмосферы понимаете здесь какие два открытых вопроса будут два открытых вопроса в том что газ можно сделать маленький и нагревать это скажем на протяжении шести часов и газ можно сделать такой чтобы этот автоклав через 10 минут улетел в космос и его разнесло вот так да но вот тут должна быть именно вот та разумная грань ровно настолько чтобы он нагрелся быстро это первое и второе чтобы при этом нагревании не расплавился полиэтилен то есть не полиэтилен а пропиленовые вот эти мешки в которых засыпано зерно поэтому где-то на разумной грани температуры вот эти два автоклава у меня и работают и это значит происходит таким образом что приблизительно зерном они у меня за час доходят до одной атмосферы за полтора часа доходят до приблизительно 1314 атмосферы больше там нельзя иначе будет портиться и зерно и могут расплавиться сами пакеты и вот в таком режиме один час я его держу и вот этого режима достаточно для того чтобы простерилизовать зерно в достаточной степени того чтобы на нем со стопроцентной вероятностью вырастал мицелий скажем так значит у меня я раньше делал раньше делал что-то дольше я даже три часа держал но потом по времени получалось немного долго и мне другие там люди посоветовали что это долго ну вот и поэтому я на полчаса сделаю до время на полчаса вот именно этих полчаса у меня идет на перезарядку автоклава перестановку то есть я из него выгружаю загружаю переставляю вот приблизительно за полчаса у меня на один цикл уходит три часа полностью это уже и стоит следующий автоклав таким образом я за рабочую смену могу сделать раз два три четыре четыре или пять скажем циклов я могу сделать за одну рабочую смену смотрите 1 это три часа то есть за рабочую смену там я могу поставить например 4 пары автоклава это получается сколько там 9 9 12 12 3 3 6 6 9 или если там очень нужно могу 9 12 еще раз делать скажем так и вот тогда стерилизуется такой объем и работаю я в таком режиме меньше я не все-таки не хочу делать знаете как всегда в рабочем таком вот в рабочей обстановке нету места эксперименту потому что эксперимент чреват вариантами событий а вот вере варианты событий мне не нужны то есть меня такой режим абсолютно устраивает экспериментировать скажем так на каком-то количестве там килограммов этого мицели я вообще не собираюсь и все все нормально то есть такие но вы для тебя вы для тебя просто выявили скажем так систему допустим технологии да 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 ну вот моя зачем не этот процесс дает прибыль и вы удалитворены этим то на данном этапе скажем так нет возможности нет нет места нет места ошибки понимаете потому что ошибка на это до последствия которые нарушают там и производительность и все другое а мне не нужно вот этого и в общем в общем я нашел свою вот эту середину я на ней работаю теперь относительно вас мне кажется что там что-то я не совсем могу понять почему так долго за час на гривну там за три часа ну сразу первое что приходит голову или газ маленький или просто манометр неправильно показывает теперь вот сразу меня такой вопрос манометр у вас на сколько атмосфер хорошо значит значит он должен показывать довольно таки точно такие маленькие цифры значит он у вас работает правильно скорее всего теперь я понял теперь относительно правильности самого показателя и манометра его можно продублировать проверить например обыкновенным насосом от автомобиля или другим манометром которым проверяется давление показывают ли они одинаковые показатели то есть исправность проверить самого манометра если он у вас исправно работает то динамика должна быть немножко другой я не совсем понимали почему за три часа там какие-то атмосферы у меня когда-то было когда я поставил что-то 20 атмосферный манометр то я тоже долго ждал там три часа нагревал там такой ну автоклав был такой из чугуния короче такой что он мог мог он мог и 50 атмосфер выдержать и вот я его грел 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 и он вот стрелка что-то не отрывалась потом я его выключил немножко успокоился и решил вот стравочный кран немножко открыть когда я открыл этот кран хорошо что никто не стоял напротив там просто давлением этого пара чуть не снесло дверь да вот так что проблема была в том что этот манометр который стоял он неправильно показывал показатели вот первое что вот такая вот подсказка значит нужно разобраться с этим и во вторых ну этот режим если 40 литровый вот у меня такой же и один есть тонкостенный то есть этот алюминиевый там то есть на нагрев металла вообще не идет никакое время и 2 толстостенный то есть вот это тяжелая там бочка но и теперь вот я вам скажу вам еще нужно будет отработать немножко с этим автоклавом поработать немножко разобраться это первое и 2 еще одна моя ошибка такая что я никак не могу запилить вот это видео как из гидроферного бачка знаете гидроферный бачок для водоснабжения который стоит там копеечные какие-то деньги вот из нержавейки делается прекрасный лабораторный автоклав без любых заморочек вся заморочка сделать внизу дно и туда помещается пол-литровые банки и пробирки для того чтобы в лаборатории можно было это готовить все больше и все этот автоклав у нас не было маленького у нас был такой 100 литровый монастыре такая бомба которая вообще там было ну куда но я приехал к ним я сказал я вот бегать с пробирками по монастырю я не буду как себе хотите давайте что-то решаем и мы по-другому не смогли решить и мы решили все таки мою идею она у меня давно уже было и мы эту идею реализовали мы взяли обыкновенный гидроферный бачок не самый меньший а вот побольше такой средний скажем так и честно говоря я не плохо вот у меня с техническими вот такими сторонами сколько там литров это по моему или 50 там литров или 60 что такое вот и мы из этого бачка в том же месте у него есть крышка у него есть вот эта горловина из которой делается сама прокладка туда же привинчивается переходник туда же ставится тот манометр туда же ставится кран стравочный и все и автоклав у нас был готов за 30 минут и мы с ним работали единственный недостаток что у него немножко узкое горло куда помещается только пол пол литровая банка но для лабораторных для лабораторных работ больше ничего не нужно у него прекрасное дно он хорошо становится на газовую плитку он тонкостенный он быстро нагревается не нужно много воды и вот для и туда помещается вот у нас помещала двадцать пять банок как 40 литровый вот то что у меня вот прекрасно значит я сейчас опять же таки прерываюсь мне нужно зерно выкладывать на сушку и да мы можем да и я тогда вернусь чуть позже минут через десять-пятнадцать вот этот вопрос и уже полностью просто за это видео с автоклавом я его пробовал делать но там по техническим причинам меня с первой попытки у меня не удалось мне хорошо его сделать и поэтому я его не добавил но видео нужно сделать обязательно и вот я на сегодня это запланирую что я сегодня это видео просто покажу там в принципе нечего смотреть обыкновенный бачок собирается вот эта вся конструкция и все больше ничего не надо для начальных лабораторных работ больше ничего не нужно вот